Друзья, здравствуйте! С вами передача «Технология успеха» и ее ведущие Александр Неупокоев и Диана Кирпичникова. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях Владимир Пинаев, генеральный директор российского подразделения компании CBRE. Владимир, здравствуйте! День добрый студент. Владимир, вот все мы знаем, что CBRE – одна из крупнейших компаний в своей области, которая является на самом деле российской, но опыт представленный, компания представлена по всему миру. Но все-таки расскажите вкратце, чем занимается компания и какое место на рынке она сейчас занимает? Ну, мы являемся крупнейшей западной компанией в сфере консалтинга и управления инвестицией в коммерческой недвижимости. Компания котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже, имеет достаточно длинную 250-летнюю историю. Мы в России уже порядка 25 лет и, по сути, оказываем все те же услуги, которые наши клиенты получают везде в мире. А насколько комплексные услуги? То есть, что вы можете сделать в рамках управления недвижимостью, если я собственник? У меня есть центр, торговый центр. Какие услуги может предложить мне CBRE? Ну, непосредственно, не только по сегменту торговой недвижимости, но также офисной недвижимости, складской недвижимости, гостиничному сегменту мы оказываем услуги от начала формирования продукта. То есть, когда у собственника есть земельный участок, и он хотел бы... То есть, даже на этих, на самых ранних стадиях приобретения вы уже можете помочь? То есть, на стадии приобретения участка к нам приходят клиенты и спрашивают, какой тип объекта необходимо или возможно разместить на этой площадке, тем, чтобы он был востребован рынком. И через наше консалтное предразделение мы помогаем провести исследования, связанные с рыночной востребованностью тех или иных видов недвижимости, и непосредственно помочь собственнику спланировать проект на конкретном участке. В дальнейшем мы обслуживаем собственника и инвестора в проект в плане привлечения инвестирования на этапе строительства проекта, а также помогаем ему коммерчески реализовать проект через маркетинг проекта и сдачу его в аренду. Как правило, любой инвестор в недвижимость заинтересован в конечном итоге в выходе из проекта через его продажу. И в момент, когда актив стабилизирован, в нем работают арендаторы, объект приносит постоянный доход, мы, соответственно, помогаем инвестору продать актив уже другой уровень. То есть фактически на любых стадиях жизнедеятельности, начиная с приобретения, обслуживания, продажи, вы оказываете комплексные услуги. Вадимир, смотрите, сейчас мы все знаем, что на рынке происходит не весь бог что и очень большие сложности, в том числе в строительстве, в недвижимости, в аренде. Но при этом мы видим, что все-таки компания Сибиры активно развивается, более того, она расширяется. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, а за счет чего вы сумели этого достичь, в чем состоит секрет успеха. Вот какие основные направления вы могли бы выделить? Может быть, это маркетинг, может быть, это ваш опыт, может быть, это профессионализм ваших сотрудников. Что наиболее важно сейчас в этом сегменте для клиентов? Ну, в любом случае, наш бизнес развивается и в хорошее время, и в не очень хорошее время. Почему? В том-то и дело. Собственно говоря, ключевой компетенцией или нашей добавленной стоимостью является создание решений, которые оптимизируют либо доходность недвижимости для конечных девелоперов или инвесторов, либо позволяют корпорациям или конечным пользователям оптимизировать их владение в коммерческой недвижимости. Я говорю о компании, которые банально имеют офис собственности. То есть, действительно, хорошее решение, которое приносит пользу, и это основа. На сегодняшний момент, например, с учетом того, что компании стремятся оптимизировать свои затраты в недвижимости, мы помогаем им оптимизировать либо договоры аренды, либо фактически помочь им более оптимально использовать свою недвижимость. В частности, одна из таких новых инноваций, которые мы используем, это мы разрабатываем программу эффективного использования офисной недвижимости, где мы анализируем производственные процессы или взаимодействие офисных сотрудников арендатора. Вплоть до вот таких вот конкретных нюансов. И помогаем ему соптимизировать непосредственно как бы размеры рабочих зон, размеры конференц-комнат, размеры общих площадей с тем, чтобы не только достигнуть сниженную арендную ставку в договоре аренды, но также и уменьшить ту площадь, которая эффективно используется арендатором для как бы решения своих операционных задач. Насколько в последнее время изменились запросы клиентов, которые приходят к вам? Ну, если мы говорим о корпорациях, корпоративном бизнесе, то сегодня, с учетом относительных сложностей политического и макроэкономического характера, арендаторы, как я говорил, заинтересованы в снижении издержек. И основным объемом проекта, который мы реализуем для корпоративных клиентов, является оптимизация договоров арендов. То есть мы выступаем в роли консультанта в переговорах с собственниками объектов недвижимости с тем, чтобы снизить издержки и арендные расходы арендаторов. Если говорить о группе наших клиентов, инвесторов и владельцев собственности, то задача остается противоположным образом. Мы помогаем им за счет маркетинговой стратегии, за счет нашего понимания компаний, которые заинтересованы в аренде недвижимости, помочь им заполнить вакантные площади в здании. И это в любом случае две группы клиентов, которые имеют разнонаправленные задачи. Мы предоставляем им сервис через независимые подразделения нашей компании. То есть получается связующее звено, которое старается учесть как интересы одной стороны, так и другой, и привести к какому-то соглашению эти стороны. У нас есть независимые группы сотрудников, которые обслуживают либо собственников, либо арендаторов. Это как в юридической практике, мы работаем в интересах либо той, либо другой группы. То есть это вопрос именно ментальности клиентов, о том, как они принимают решения, как думают, или там действительно разные процедуры обслуживания? Ну, это разнонаправленные задачи. Естественно, задача арендатора — это приобрести недвижимость или арендовать недвижимость с меньшей затратой. Задача собственника недвижимости — это дать площади по максимальной цене. Естественно, есть баланс интересов, который позволяет арендатору и собственнику объекта войти в конкретную сделку. Я думаю, что мы здесь являемся таким катализатором этого процесса. Ну, вот смотрите, вот есть рынок, да, в принципе, есть застройщики, есть арендаторы. Он довольно большой, и это все время меняется, вводится в эксплуатацию. Новые площади и так далее. Я, как обычный клиент, да, у которого есть какая-то собственность, как я могу о вас узнать? Ну, у нас есть достаточно узнаваемость бренда в сфере коммерческой недвижимости. Если у вас есть активы или есть интерес к коммерческой недвижимости, как правило, вы будете знать о том, что существует компания CBR. А какой-то другой маркетинг? Мы, естественно, имеем маркетинговую программу, связанную с продвижением нашего бренда, связанную с нашей рекламной компанией, с участием в профессиональных выставках, конференциях. Но, наверное, наилучшим маркетингом является рекомендация наших клиентов. То есть удовлетворенность. Поэтому я всегда говорю, что в основе нашего успеха лежит качество услуг или сервис, которые мы предоставляем нашим клиентам. Как достигается это качество? У нас в бизнесе работают очень талантливые и мотивированные люди. То есть высокие требования, которые мы предъявляем к нашим сотрудникам, программы обучения, которые позволяют нам... То есть у вас есть внутренняя программа обучения собственная? Да, однозначно. И, по сути, наш бизнес основан на качестве людей. То есть мы создаем интеллектуальный продукт, а этот продукт создается непосредственно людьми, которые талантливы и высокопрофессиональны. Но вкладывая вот в том числе деньги, средства, время в обучение тех людей, это, как всегда, самое тонкое звено. Всегда есть какие-то моменты, когда что-то не учтено, и клиент порой становится недоволен. Есть ли какие-то системы или, может быть, способы, с помощью которых вы анализируете текущую удовлетворенность клиентов? Ведь ушедший клиент — это самое худшее. Мы в любом случае получаем обратную связь от наших клиентов. Это часть программы нашей взаимодействия с рынком. Но, по сути, понятные есть ситуации, где клиенты имеют определенную обратную связь, где мы должны отреагировать и сделать работу лучше. Управление ожиданиями наших клиентов тоже отчасти большой фокус. Вадимир, компания работает на глобальном уровне. Мы уже говорим про международный уровень. Но если брать конкретно Россию и региональность, насколько сейчас вы видите в разрезе региональности перспективы роста этого рынка? Мы имеем достаточно большое присутствие в региональных рынках. Региональный рынок не дает возможности быть представленным во всех сегментах. Но однозначно есть ряд направлений, которые имеют достаточно большую перспективу. В частности, я говорю о направлении торговых площадей. То есть регионы представляют достаточно большой потенциал с точки зрения формирования продукта и девелопмента торговых центров. И это является однозначно фокусом нашей компании. Мы с нашими региональными клиентами помогаем создать концепции торговых центров и их успешно реализовать. То есть это фактически офисы, представительства, либо вы работаете как-то удаленно с такими клиентами? Мы представлены в Москве, но у нас есть рабочие группы, которые выезжают в регионы для решения конкретных задач. А с точки зрения принятия решений вашими клиентами, есть ли какие-то вопросы ментальности все-таки Москвы и регионов? Ну, это как бы специфика однозначно присутствует. У нас же людской бизнес и наши клиенты никогда не думают одинаково. Поэтому как раз одним из факторов успехов является адаптивность наших сотрудников к различным мнениям и пожеланиям тех или иных групп клиентов. Региональные клиенты отчасти являются теми клиентами, которые требуют большего объема информированности о возможных трендах. То есть им сложнее работать, их нужно более качественно консультировать? Их нужно давать больший объем консалтинга, поскольку для них часть темы, которые в Москве уже стали обычными, она для них новая. Но, по сути, процесс обучения достаточно короткий. И мы имеем в дальнейшем, мне кажется, такой же уровень восприятия той или иной информации или идей, как, в принципе, клиенты в Москве. Вадимир, спасибо. Дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламу. Дорогие друзья, снова здравствуйте. С вами передача «Технологии успеха» и ее ведущие Александр Неупокоев и Диана Кирпичникова. Я напоминаю, что гость сегодняшней программы Владимир Пинаев, генеральный директор российского подразделения компании Сибирои. Владимир, сейчас не совсем простая ситуация у нас в стране. Хотелось бы узнать, как обстоят дела с инвестированием в недвижимость, в коммерческую недвижимость в первую очередь. Есть ли инвестиции зарубежные, остались ли они? И какие настроения гуляют сейчас в вашей отрасли? Однозначно объем инвестирования в коммерческую недвижимость резко сократился в последние полгода на фоне не совсем позитивной геополитической, макроэкономической. Это совсем резко катастрофически или это какие-то определенные проценты? Привязательно спад объема инвестиций составил порядка 50%. 50%. Однозначно тренд негативный. Мы видим, что на сегодняшний момент активность западных инвесторов практически отсутствует. Тем не менее, важно понимать, что на рынке продолжают присутствовать инвесторы, в основном российские инвесторы, а также западные инвесторы, которые в значительный период времени присутствовали на рынке, понимают российскую специфику. Поэтому нет ощущения того, что деньги ушли с рынка, активность высокая. И я не стал бы драматизировать ситуацию. То есть мы, я думаю, видим ряд делов до конца года, которые успешно закроются. Более того, мы говорим об инвестировании. А все текущие операции, они как осуществлялись, как была построена недвижимость, так она, собственно, и осталась. Но здесь встает вот какой вопрос. Если сейчас нет инвестиций, наверняка же, что есть какие-то направления, какие-то инструменты, как можно повысить доходность своего бизнеса. Что можно сейчас выделить? Сейчас, я думаю, основной фокус собственников недвижимости находится в зоне активного управления своим портфелем в связи с ростом процента незанятых площадей. Я говорю о соотношении площадей, которые в зданиях заняты арендаторами, процентах площадей, которые выставляются в сегодняшний день в маркетинг на дачу в аренду. Проблема, в частности, в офисном сегменте заключается в том, что на рынок выходит достаточно большое количество новых проектов, при том, что активность по аренде новых площадей на сегодняшний момент замедлилась. То есть мы в данном ключе видим своего рода классический пример кризиса перепроизводства, что создает предпосылки для создания рынка арендаторов или рынка покупателей. Это по большей части только в Москве наблюдается такой сильный спад, да, и вот такое перераспределение, либо это для всех регионов справедливо? Ну, я думаю, что в основном это Москва, это не только как бы исключительно спад в спросе, но также фактор того, что за последние несколько лет достаточно сильно раскрутился маховик производства или как бы девелопмента новых проектов. Что в этой ситуации важно сказать, что в целом по рынку происходит классическая дифференциация, для расслоения продукта, где есть качественные ликвидные активы, находящиеся в хорошем местоположении, с хорошей концепцией. По этим проектам, как правило, нет большой проблемы с заполнением зданий. И один из примеров, это проект «Белая площадь» на Белорусской, где по сути своей офис, где мы находимся, в концепции этого проекта, в создании среды вокруг этого проекта, принимали достаточно большое участие многие западные компании, и получился хороший проект. Вот уровень заполнения этого проекта достаточно в высоком проценте находится. Практически нету незанятых площадей. Владимир, вот смотрите, сейчас, когда вот такие проблемы на рынке, очень много свободных площадей, вот все-таки собственники, те люди, ваши клиенты, с которыми вы работаете, они действительно понимают, как правильно управлять недвижимостью? Или пока у нас не хватает вот этого опыта, может быть, даже западного опыта по управлению такими проектами, есть ли такой опыт в России? Ну, мне кажется, опять же, нельзя говорить универсально по рынку, есть группа текущих собственников активов, которые являются высокопрофессиональными девелоперами и имеют крупный портфель недвижимости под управлением, и я считаю, что они, как бы, делают свою работу достаточно хорошо. Вот, тем не менее, на рынке присутствуют компании, которые либо имеют единичные проекты, либо, по сути, свои, как бы, имеют личное мнение на то, как проекты необходимо делать, и, по сути, эти проекты не всегда будут успешными. А насколько сейчас рынок разделен между крупными игроками, да, и небольшими, там, собственниками, компанией и так далее, он консолидирован или нет? Ну, я думаю, что сейчас идет процесс консолидации, где на рынке появляются такие компании, как О1, например, это компания, которая на сегодняшний момент консолидировала портфель наиболее качественных активов в Москве. Я думаю, что процесс консолидации будет продолжаться. То есть, в конечном счете останутся крупные игроки, которые оттеснят более мелких игроков рынка недвижимости? Ну, я думаю, что этот процесс имеет место быть. По сути, будут формироваться крупные владельцы недвижимости, которые, единственное, что эти владельцы будут иметь максимальную долю рынка качественных проектов и объектов. Как, на Ваш взгляд, это повлияет на дальнейшее взаимодействие собственников недвижимости и обыкновенных арендаторов? Я считаю, что до полной монополизации рынка не дойдет. То есть, мы не увидим классическую ситуацию, где будет один собственник, который диктует цены. Я думаю, что в целом процесс укропнения портфелей в руках профессиональных девелоперов, он приводит как раз к возможности арендаторам получать более качественные услуги в управлении теми зданиями, в которых они находятся. Остается ли до сих пор выгодным бизнес недвижимости и коммерческой недвижимости в частности? Рентабельно ли это сейчас? Рентабельность и выгодность этого бизнеса понятия относительно. Есть разные группы инвесторов, которые ориентированы на свой профиль риска и дохода. Мы сегодня, конечно, не видим крупные западные фонды, которые ориентированы на стабильную ситуацию, где у них есть стабильный поток от сданных в аренду помещений. Они готовы инвестировать в эти проекты под достаточно низкий процент доходности. Но налицо есть ряд инвесторов, которые сегодня смотрят на такие оппортунистические темы о покупке активов, где они могут добавить стоимость в эти активы, делать реконцепцию, доздать эти объекты в аренду. И, в принципе, они получают соответствующую премию к тому риску, который они берут. Поэтому, в целом, исходя из вашего вопроса, конечно, есть возможности сегодня с недвижимостью извлекать прибыль в соответствии с тем профилем риска, который ты хотел бы на себя взять. — Скажите, вот вроде как управление недвижимостью, юридические вопросы, отношения с клиентами — это все понятно. Но насколько сейчас этот бизнес технологичен? Или он построен в большинстве своем на личных отношениях и на юридических вопросах? — Этот бизнес достаточно сильно построен на личных отношениях. И, по сути, это всегда бизнес-люди-люди. Поэтому, мне кажется, с сферой недвижимости вот этот личный аспект убрать невозможно. Но с точки зрения технологий управления активами, я думаю, что в той или иной степени как бы прогресс, технологический прогресс не оставляет эту область так же. И создаются системы мониторинга и арендных отношений, арендаторов, как бы системы качества обслуживания объектов. Наверное, я думаю, что уровень проникновения технологии в недвижимость, тем не менее, как бы не сопоставим, возможно, с другими высокотехнологическими областями. — Это именно наша российская такая специфика, наверное, в мире по-другому? — Я думаю, что это универсальная специфика, где бизнес действительно очень сильно завязан также на вот именно человеческие личные взаимоотношения. Решение по недвижимости, как правило, вовлекает в себя решение на достаточно большой объем денежных средств. И, мне кажется, вот эффект комфорта людей, которые инвестируют деньги, крупные деньги, он все равно завязан не на роботизированный, автоматизированный процесс, а на то или иное человеческое ноу-хау или решение, которое достигается на уровне личного контакта с консультантом или другими группами советников, которые принимают участие в этом процессе. — Возвращаясь к теме инвестирования, насколько активно банки участвуют на сегодняшний день в некоммерческой недвижимости? — По сути, российские банки являются основными собственниками коммерческой недвижимости в России, отчасти на фоне кризиса 2008 года, где ряд заемщиков был вынужден передать эти активы в банки. И сегодня, по сути, Сбербанк, ВТБ и ВЭП являются крупными держателями коммерческой недвижимости. Они не только держат эти активы, но также достаточно активно участвуют в девелопменте проектов. То есть они участвуют не только на этапе строительства, но и дальнейшей эксплуатации этих помещений? — Ну, как правило, да. То есть в этих банках созданы подразделения, которые занимаются не только девелопментом, но также и ассет-менеджментом этих проектов. В конечном итоге, естественно, задача любого банка — выйти из непрофильных активов. Недвижимость не является для них профильным бизнесом. Но, по сути, для выхода из этих активов должны быть предпосылки в виде нормальной макроэкономической ситуации. Видимо, этот момент еще не наступил. — Вадимир, спасибо, что вы к нам пришли. Мы желаем удачи вам и вашей компании. И в завершении нашей программы, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? — Я хотел бы пожелать нашим телезрителям, чтобы все страхи и сомнения текущей ситуации как можно быстрее развеялись. И, по сути, мы имели как можно меньше оснований для горчения и расстройства, и как можно больше оснований для радости и хорошего настроения. — Спасибо, Вадимир. Дорогие друзья, с вами была передача «Технологии успеха» и ее ведущие Александр Неупокоев и Диана Кирпичникова. — А гостем нашей программы был Владимир Пинаев, генеральный директор российского подразделения компании CBAE. — До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok